мы подходим к вопросу цигуна цигуна истинного тела в общем то он его можно назвать изначальным формированием определенных условий связано с пониманием энергии ци то есть в даотской традиции условно по ци понимается все все место тотемность эгрегорность да то есть когда создается общность работы это тоже ци и индивидуальная работа которая также подразделяется на разные формы или форматы цигуна истинного тела в общем то он наверное может относиться к изначальному цигуна который соотносился с пяти условиями существования человека по принципу энергии ци то есть по тотемности а со временем конечно же когда мозг стал развиваться людей и шестой уровень тотемности уже и грегорность отчасти стала возникать изменилась задача и характеристика вот этого изначального цигуна однако же цигун истинного тела он очень важен в понимании простройки своего отношения ци вообще то есть условно оно разделено на пять уровней где каждый уровень подразвивает некую свою предопределенность и может рассматриваться как некая базовый некий базовый процесс изменения который необходим для того чтобы мы могли двигаться в восприятие того что мы называем истинным телом а и таких условий 5 то есть пять видов истинности причем за каждой истинностью подразвивается некая некий принцип алхимической работы где работы с телом уже мы учимся работать в тех задачах которые сами по себе начинают преобразовывать такое некое базовое преобразование которое мы можем уже называть алхимией сама по себе несмотря на то что это нечто начальное но если мы привнесли добавочные усилия в нашу работу значит мы уже изменяем имеющие и истинное тело это тело с которым мы начинаем работать они которые мы просто представляем есть не просто мы представляем тело и делаем какие-то набор упражнений а в реальности мы лишь демонстрируем свою природу а мы наделяем наше тело добавочным усилием как таковым таким образом мы с вами пройдем 5 задач истинного тела каждый из которого очень характеризуется условностью изменения который также называется эликсир то есть эликсир это некое социационное изменение которое мы достигаем в той или иной работе или том или ином теле